Мы сегодня пришли первый раз, надеюсь, интерес в нашей взрослой аудитории, у вас, дорогие наши гости. И к нашему мероприятию, и к нашей идее будет сохраняться. Но мы, конечно, ждем всегда с нетерпением авторов, которые приносят нам свои и идеи, и новые книги, и, главное, помогают нам в этом потоке книжном выбирать лучшее. Ну что, тогда, мои дорогие юные читатели, устраивайтесь поудобнее. Сегодня вы узнаете очень много интересного, но, главное, у вас сегодня еще есть возможность познакомиться с автором. Приходите, проходите, вы как раз во время, во время, во время. Ну что, тогда начну. Селик, садись, куда хочешь. Начну с того, друзья мои, что сегодня у нас с вами необычный день. Необычный, во-первых, тем, что у нас гости, да, в гости это всегда радостно. Но еще идея, которая родилась, ну, в моей талантливой голове. Я не буду скромничать. Идея заключается в следующем. Прочитав, но еще, правда, не до конца, пока сил не хватило, толстая очень, книгу до половины. Идея в голове у меня родилась следующая. Так как наша подростковая аудитория, как вы знаете, да, не очень любит читать, а научить их разбираться в книгах, научить их читать лучшие книги, которые есть, очень хочется нам, взрослым, потому что, да, да, потому что мы, взрослые, здесь присутствующие, всегда хотим детям нашего лучшего, правда ведь? И в связи с этим появился у нас под крышами библиоглобуса подростковый клуб. Клуб для детей, которые уже перешли в начальную школу, которые немножко от контроля родителей оторвались. Потому что всех, вот кого вы сейчас видите, это наши дорогие маленькие читатели, которые ходят к нам на детский клуб библиошек, которые, да, для тех, кто учится еще в начальной школе и только-только обладевают новыми знаниями. Но у этих замечательных детей есть такие же замечательные родители, которые не хотят стоять на месте, а хотят узнавать что-то новое и ориентироваться в этом мире. Так вот, прочитав половину книги, я поняла, что нам всем расти дальше. А если мы сегодня, именно сегодня откроем детективное агентство, свое детективное агентство, которое будет называться ЛИГА, литературно-историко-географическое агентство. Вот такое сегодня у нас агентство появляется, потому что, читая любую книгу, вы всегда найдете там и приключения, и научения, и какой-то детективный сюжет, который вы сами будете дальше раскручивать и узнавать что-то интересное. Ну, все, хватит говорить мне. Представлю вам, дорогие мои авторы этой книги, Марита Амаруна Чудакова. Итак, книга «Приключения, дела и ужасы» Жени Осинкиной. Женя – это девочка, это не мальчик. Девочке 13 лет. Что-то я вам сегодня расскажу сама, ну, а что-то, наверное, у нас сегодня автор побалует и расскажет. Марита Амаруна, как вы? Участвуйте в нашем разговоре. Аплодисменты гостям. Хотите, что-то? К столу поближе. Проходите, пусть на вас народ лекуется. Проходите, да? Почему? Почему меня? У вас будет хуже слышать? Почему меня слушать? Я таких книг не пишу, к сожалению. К сожалению, большом. Могу ли когда-нибудь подоблюсь, конечно, но... Книга действительно заслуживает огромного, огромного интереса. Потому что она о нашей жизни, о нас всех, о нас каждом. Ну, а начну сразу с того, что сразу в душу, сразу, что называется, в сердце попало. Дошла я до той самой странички, где идет описание дворика. Дворика маленького, который пыльный, который неухоженный, где маленькие дети гуляют. И сразу воспоминание о том, где я буквально 9 мая побывала. В дворике моего детства, моего родного детства. И этот дворик мой маленький, когда-то мне казался большим, деревья когда-то мне казались большими. И сам дворик был милый, ухоженный, и детей там было достаточно. И вот то, что я увидела через много-много лет, потому что нужно было поехать к родственникам. И я увидела ту же самую картину, тот же самый дворик, те же самые два дома друг напротив друга. Дети бегают такого же возраста, когда-то я была сама такой. Но ничего не осталось от того, что было заложено когда-то людьми, жившими там. Ни скамеечек, ни детской площадки, ни песочницы, ничего. Вот стоят те же самые деревья, стоят два домика небольших. И совершенное опустение, и совершенная грусть и в сердце, и в душе. Потому что мы, люди, не видим того, где растут наши дети. Здесь, в этом дворике, с чего все начинается. Ну а дальше, попереживав, конечно, все-таки подумалось, что, может быть, те, которые сейчас подрастут, у которых сейчас нет ничего, может быть, они потом захотят своим детям что-то построить. Если бы, если те, которые сейчас подрастают, не имея ничего в этом дворике, может быть, они потом захотят своим детям построить что-то? Дело в том, что сейчас, последние два года, что касается Москвы, то, к моему большему удовольствию, даже, может быть, три года, появились эти дворики, появились красивые детские сооружения всякие. И даже при новостройках считают необходимым их выстроить. Но что для меня новость такая приятная? Не знаю, еще пока мало вижу этого. Я много езжу по России на машине, но пока еще мало вижу там. Но вот этот дворик, о котором вы говорили в Челябинске, вот этот тот редкий случай, хотя там много списанного с натуры, но в данном случае я полностью описала то, что я видела сама, сидя на скамеечке, пока мой сотоварищ младший водитель чинил машину в Челябинском автомобильном дворе. Вот это я видела, и разговор с детьми, которая там воспроизвела, вот это тот и тот же случай, когда абсолютно буквально, так они мне отвечали, что нет. Я говорю, родители попросили бы, чтобы они на субботник вышли, перекопали, посадились. Нет, они не пойдут. Но видите, все-таки Москва, конечно, впереди планеты всей. Действительно, в Москве дворики хорошие. А я сейчас говорила про Подмосковье. Не очень дальние, конечно, но это все-таки Подмосковье, где, к сожалению, не дошла еще, видимо, цивилизация. Но мы сейчас не про дворик, мы сейчас про другое. Про героев этой книги. Скажите, в Жене Осинкиной кто живет? Есть какой-то настоящий персонаж в жизни, который поселился в этой девочке? Ну нет, конечно, это в каком-то смысле собирательно. Я просто видела очень активных девочек и мальчиков. И я считаю возраст, сам это 12-13 лет, я считаю самым важным в жизни человека. Потому что сама я приняла в 12 лет очень важные решения, которым следовало потом всю жизнь. Именно в 12 лет в 5 классе. В конце 5 класса. Прекрасно это помню. И когда говорят, что это, они у вас так, вроде, слишком взрослые. Я не совсем, может, на вашу вопрос встречаю, но близко к этому. Я говорю, что вспомните себя в 12-13 лет. Просто это забывается. Мы совершали поступки, которые даже потом забывали, что они вообще были такие серьезные. Вот я приняла в 5 классе в 12 лет решение неукоснительно каждое утро делать зарядку и обливаться на поиск холодной водой, когда у нас тогда горячей не было в текладе в Москве. Я этому следую до сегодняшнего дня. До сих пор? Да, неукоснительно. За исключением исключения каких-то обстоятельств серьезных, весьма. Если нет таких обстоятельств, то я это делаю. Хочу, не хочу. 5-6 минут, я делаю зарядку на все. Но я много спортом занималась в юности, так что легко понимаю, как на все мышцы сделать быстро. 5-6 минут. Больше не трачу, честно скажу, но 7 может быть. Это тоже поступок очень серьезный. Это тоже поступок очень серьезный. Даже 5 минут преследовать, так скажем, целебный пример. Да, я преследовать не делаю. Настолько с 5 класса привыкла, что я с этого не сделаю по пыхах, но я чувствую себя не к себе, я не могу даже как-то сесть за стол работать. Уже вошло в привычку. Скажите, а вот все-таки какие-то события из реальной жизни существуют в этом? Там много очень событий, которые я была. Все-таки 7 лет работала в комиссии по помилованию при президенте Ельцине. Общественная, конечно, работа была сугубо. Там у нас Влада Худжава участвовал. Так сказать, зэк с большим стажем. В 17-7 лет сидел Лев Разгон. До 90 лет он у нас в комиссии работал. Это 91 год, он у него в больнице. Но это последний раз. Мы заседали каждую неделю. Я прочла за эти 7 лет. Да, рассматривали до 250 дел. В течение нескольких часов каждую неделю. Я прочла десятки тысяч. Не тысячи, а десятки тысяч приговоров. Поэтому все, что там касается криминального, все это взято абсолютно из реальности. Реальные дела. Просто я никогда больше не писал об этом. Потому что когда сейчас, например, наш полномочник правого человека Павел Асапов возбуждал всю Россию против Америки, что не будем им отдавать нашим детей на усыновление, вот они как поступают нашим детей плохо. Там за последние годы было действительно ряд убийств. За 8 лет, кажется, или за 12 лет 8 убийств. Но они просто, он не представляет, не имеет ни малейшего представления, а я, чтобы пугать людей, не пугать людей, об этом никогда не писала, сколько в течение года в России убивают родных детей. А я видел эти приговоры, про которые никогда не рассказывал. Потому что это страшно. Это тяжело рассказывать. Не говорю про пьяных отцов, но про матерей, которые, чтобы решить свою судьбу, там одной сказал ее сожитель новый, что она была уже от нее беременна, извините перед детьми, но ничего такого, теперь все более-менее обсуждается. Он сказал, если решишь вопрос с своими двумя детьми, у нее были дети 6 и 4 года, то поженимся, а если нет, нет. И вот я не буду рассказывать, как она решала этот вопрос. Она потом получила 12 лет за это и просила, 13, просила после 12 лет ее отпустить, ее ждала вот эта родившаяся перед тем, как ее посадили, ее новая дочка. А тех она погубила. Так что это огромный опыт был. И у меня там, во-первых, реальные все истории, связанные с криминальной, все реальные, с подробностями. А второе, там все, что касается правовой стороны, процедурной, как ведется суд, как можно задержать, насколько, это все абсолютно точно. Мне сделала большой комплимент наша экс-член Конституционного суда, глубоко уважаемая всеми Тамара Георгиевна Марщакова. Она сказала, вы единственная, кто занимается у нас в России правовым просвещением подростков. Вы знаете, я хотела завершить, я хотела наш разговор уже завершить тем, что действительно вот то, о чем мы сейчас сказали, это дорогого стоит. Потому что я, человек, который далек от этого вопроса, узнала для себя очень многое, честное слово. И просвидительская и ознакомительная часть и знания в этом вопросе правового сейчас крайне необходимы. Многие не понимают просто, вот, например, там у меня есть мальчик, который очень хорошо знает фодекс. Его так и зовут, значит, прозвищем Опер, вот, сын милиционера. Но он знает, что драка простая может кончиться, что у меня было множество таких приговоров. Дерутся подростки, вроде, кто не дерется. А потом от сильного удара один из мальчиков падает и ударяется виском от бровку тротуара. И смерть. Его никто не думал убивать. Насколько надо осторожно по всему относиться. Вот, так что. И потом я там рассказала про суд присяжных. Я теперь задаю иногда вопросы, я по всей стране провожу Брис-Викторины, по русскому языку. А можно я вас сейчас прерву, потому что у нас будет этот вопрос, я его включила в нашу игру. Не будем мы сейчас сразу открывать. Конечно. Мы не будем сейчас открывать все карты, чтобы вам было интереснее. Ну и, может быть, даже кому-то будет трудновато ответить на этот вопрос. Так, а скажите мне, пожалуйста, ну до конца я еще не дошла, там до конца книжки не дошла, там все кончится. А там самое интересное. Я знаю. Я даже спрашивала, моя знакомая, а у вас был такой лист, и вы там все записывали, что потом надо все училки связать. А нет, все было в голове. И там все неясности первых двух домов, они все распутываются в трех симптомах специально. Я хочу знать, там все закончится хорошо, или будут потери. Как вы включили. Там все закончится хорошо, или потери будут. Потери не будут, все замечательно. По возможности хорошо. То есть есть вещи, которые не вернешь, нельзя вернуть жизнь человека, если девушку юную убили. Но в основном, как бы и со справедливостью, она должна тоже вставать. Ну, а еще я вам хочу сказать следующее. Так как моя основная профессия, я работаю врачом. И моя жизнь связана с детьми, с трудными детьми, у которых в жизни, вот тоже то, что вы говорили, и драки, и так далее. Вот я для себя уже, например, вытащила отсюда из этой книги то самое, что теперь я буду класть на стол и показывать. Но со ссылкой на книгу, которая теперь будет лежать у меня на моем врачебном в столе. Потому что это дорогого стоит, честное слово. Неужели это полезно в вашей такой работе? Я абсолютно не лукавлю. Я вам говорю абсолютно честно. Да, потому что мне скрывать нечего. Вот именно как и мне. И поэтому на сегодняшний день, когда возникают такие проблемы в школах, и среди детей, и с семьей, и здравоохранения,